Всем привет! Это новости из Турции. На этой неделе, во вторник, на валютном рынке было замечено значительное падение турецкой лиры. Ближе к полудню лира потеряла около 1% к паре доллар-евро. На сегодняшний момент курс лиры таков. 1 доллар равняется 17,6 турецким лирам. 1 евро равняется 18,1 турецким лирам. Курс лиры к рублю таков. 1 лира равняется 3,2 рубля. И получается, что из-за падения лиры сейчас довольно выгодно ехать в Турцию за покупками, так как курс довольно выгоден. Да и к тому же в Турции можно платить картами платежной системы МИР. При оплате товаров картой происходит довольно близкая к этим значениям конвертация. А прежде чем приступить к следующей новости, хотелось бы сказать пару слов. Друзья, лучшая поддержка для меня – это ваша подписка на мой канал. Просто возьмите и подпишитесь. Вам это сделать несложно, а для меня это огромная мотивация. А также вы можете авансом поставить лайк этому видео. Заранее вам спасибо. Переходим к следующей новости. На днях министр здравоохранения Фахретин Коджа заявил о том, что в Турции за последнее время число заболевших COVID-19 возросло в 40 раз. Но он также подчеркнул, что на загруженность больниц это никак не повлияло. И вот цитата из его обращения к журналистам. «Мы видим увеличение числа случаев, но эти случаи не влияют на загруженность больниц. Количество случаев увеличилось в 40 раз, но нагрузка на больницы увеличилась только в 3 раза. Таким образом можно сказать, что больницы не имеют серьезной нагрузки. Точно так же мы не видим этого роста на отделении интенсивной терапии», заявил Коджа. Многие обеспокоились, что рост количества заболевших может привлечь за собой ограничительные меры прошлых лет. Но из заявления министра можно понять, что жестких мер по типу локдауна или же изоляции не будет. Слова министра по этой теме были таковы. «Мы знаем, как можно жить с COVID-19, соблюдая меры. Теперь мы знаем все, когда и где нам следует носить маски. Так что не будет нового локдауна или другой подобной ситуации. У нас есть вакцины, у нас есть лекарства, и мы продолжим существующие меры. Из этого заявления можно сделать вывод, что жестких ограничений в ближайшее время в Турции ожидать не стоит». Уже прошло довольно много времени, как в Турции создали новую авиакомпанию под названием Soundwind. Которая должна была выполнять рейсы только по маршруту Россия. Турция, Турция, Россия. Насколько нам известно, эта авиакомпания должна была работать с многим известным Pegas Touristique. Рейсы этой авиакомпании должны были стартовать этим летом. Не так давно авиапарк перевозчика был обновлен еще одним самолетом, который рассчитан на 221 пассажира. Soundwind получила предварительное разрешение от Главного управления гражданской авиации Турции на выполнение полетов. Но на данный момент российская сторона еще не дала добро авиакомпании на проведение полетов на данном направлении. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!